Сергей Денисенко, эксперт в сфере кибербезопасности уже в нашем эфире. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И я добавлю, что Служба безопасности Украины открывала накануне уголовное производство по факту кибератаки по 8 сразу статьям Уголовного кодекса Украины. Вот интересен ваш взгляд на вчерашние события. Что можете рассказать о том, как действовали эти хакеры и что в техническом плане стало их целью? Ну, технической целью стала сама ядровая система, на которой, в принципе, и держится вся система, вся связь мобильного оператора. Соответственно, это коммуникационные шкафы, это коммуникаторы, которые отвечают за связь между абонентами, связь, интернет-связь, IP-телевидение и так далее. То есть, основная была задача этих преступников, это положить нашу связь, и в том числе связь, которая осуществляется нашими военными. Сергей, расскажите, как долго могла готовиться подобного рода хакерская атака, как вы считаете? Ну, учитывая то, что такие инфраструктуры, они очень сильно защищены, такие хакерские атаки готовятся месяцами, а даже и годами. То есть, иногда. Потому что нужно понимать, во-первых, изучить саму инфраструктуру, второе, это понимать оборудование, которое используется, и далее уже искать те лазейки, которые они нашли, и все-таки дистанционированно вошли в эту систему и уничтожили определенные данные. То есть, позавчера им это в голову не пришло? Это была спланированная акция, атака, которая готовилась долго определенным кругом людей? Так я понимаю? Ну, понимаете, процесс самой кибератаки, он осуществляется не сразу спонтанно на какую-то организацию, оно подготавливается. И, учитывая те технические изменения, которые сейчас происходят и происходили, они учитывают эти факторы и, соответственно, могут тренироваться вначале на каких-то отдельных компаниях, далее используют более какое-то мощное оборудование и уже идут на критическую инфраструктуру. Возможно, используют свои ресурсы для тренировки, то есть берут тоже обладание, которые используют и их мобильные операторы, на них тренируются, и далее уже понервно они осуществляют такую атаку. Я напомню, что вчера были еще сообщения от банков и от других операторов связи о некоторых перебоях в работе и попытках хакеров атаковать их системы. Почему киберпреступники действовали в одно и то же время? Какова цель? Это паника? Да, это прежде всего паника, то есть показать людям, что первое, у вас легла вся сеть мобильная, что вы не можете общаться, дальше у вас ляжет банковская структура, потом другие информационные ресурсы и так далее, люди начинают поднимать панику, куда-то бежать и делать какие-то необдуманные поступки. Но учитывая тот механизм, который они использовали к другим организациям, в том числе банкам и так далее, они просто делали ДДОС-атаки, чтобы замедлить или остановить действия каких-то официальных веб-ресурсов, на которых есть какая-то информация. Соответственно, нужно также понимать, что телеграм-каналы, которые большинство наших пользователей просматривают ежедневно, им нельзя верить на 100%, потому что те же самые россияне, они через них закидывают эту информацию, дезинформацию и, соответственно, этим сеют определенную панику. Сергей, какие выводы должны быть сделаны, учитывая вчерашнюю атаку и насколько, в принципе, ценен даже вот такой печальный опыт для других структур, для наших систем Украины, для вас, как для специалиста? Ну, выводы мы начали делать еще, когда был вирус Петя, и этот процесс, он постоянно в динамике, то есть постоянно учитываются какие-то технические возможности, также очень сильно помогают международные партнеры в кибервойне, то есть передают нам какие-то знания, какое-то оборудование, которое мы постоянно внедряем в систему информационной безопасности, в критическую систему в первую очередь. Также существует ряд рекомендаций касательно использования тех или иных сервисов, тех или иных веб-ресурсов, и этот процесс постоянно идет. Ну, выводы нужно делать какие, что надо быстрее это все делать, но есть один маленький минус, что оборудование, новое оборудование, оно стоит больших денег, и бывают моменты, когда просто не хватает финансирования на то, чтобы внедрить какие-то более технологически развитые системы информбезопасности в предприятиях и организациях. Смотрите, Сергей, есть сообщение сегодняшнее от СБУ о том, что группировка, которая совершила эту хакерскую атаку, она является подразделением Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, это сообщение от Службы безопасности Украины. Ну и вот мне интересно, какое количество, собственно, киберпреступников могло стоять действительно за такой атакой, можно ли, в принципе, достоверно установить, кто является исполнителем, если говорить уже о других атаках, которые также совершались на объекты инфраструктуры Украины? Ну, учитывая то, что в их ФСБ подчинении находится не только одно вот это подразделение, вот это СНСП, как его называют, а и другие, то можно предположить, что это большое количество людей, которые постоянно между собой обмениваются какой-то информацией касательно кибератак, и, соответственно, их и делают. То есть если брать по количеству людей, которые могут быть задействованы, то это может быть, начиная там от 20 человек и более. Касательно того процедуры, как они это делают, повторюсь, это обмен информацией, это тренировки, это макеты, и это какие-то там, я не знаю, какие-то новые технологии, которые они, к сожалению, тоже умеют разрабатывать и тоже умеют их внедрять. Киберподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины заявило о том, что осуществили тоже очередную успешную спецоперацию на территории России. На этот раз это была атака на налоговую систему государства-агрессора, об этом сообщает, собственно, ведомство. И по данным ГУР, во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы России, а уже далее, уже в более чем 2000 ее региональных серверов по всей территории Федерации и даже на территории временно оккупированного Крыма. Скажите, пожалуйста, Сергей, насколько болезненны, собственно, такие удары для Российской Федерации? Ну, учитывая, что это элемент критической их инфраструктуры, это очень болезненно, потому что если это полностью уничтожено и нету соответствующих бэкапов, соответственно, они очень долго будут это восстанавливать. И здесь нужно заметить в дополнение к предыдущему вопросу, что наша разведка официально признает такие вещи, а их спецслужбы никогда не говорят, кто это сделал, за кем, кто стоит и так далее. Но учитывая то, что процедура реагирования на такие инциденты включает в себя и фиксацию происшествий, в том числе собирательства, определенного количества доказательств. По этим доказательствам можно будет четко установить, откуда идет, как говорится, нападение на нас, соответственно, IP-адреса, и, соответственно, можно будет установить, кто это сделал. То есть здесь очень это важно. Я помню, мы с вами уже ранее в нашем эфире говорили, что в 2022 году, да и перед полномасштабным вторжением, кибервойска России были особенно активны в атаках на Украину. Что можете сказать о годе уходящем? Если подводить итоги, с какими вызовами сталкивались в этом году наши специалисты? Стало ли больше хакерских атак со стороны России? И какова их основная тактика сейчас? Как эволюционируют эти атаки? Ну, учитывая то, что Российская Федерация очень большой бюджет на такие вещи, эти нападки только увеличиваются, их количество увеличивается. И, к сожалению, учитывая то, что кибервойна включает за собой еще и разведку, мы можем предположить, что некоторые наши ресурсы могут быть взламаны, и за ними просто идет мониторинг со стороны Российской Федерации. То есть здесь нет такого понимания, что если получили доступ к ресурсу, сразу его нужно уничтожать, уничтожать информацию. Нет. Это элемент кибервойны, в котором используется такое понятие, как разведка, сбор данных, анализ и потом использование их уже военных целей. Сергей, а вы можете привести пример, во сколько кратно увеличилось, собственно, количество российских атак на объекты Украины? Ну, точной статистикой я не могу говорить, потому что эта статистика есть у наших государственных органов, которые фиксируют эти. Но, исходя из тех отрытых источников информации касательно количества кибератак на Украину, можно говорить, что это в два-три раза увеличилось количество этих нападений. Издание Политико сообщает, что российская хакерская группа Fancy Beer направила кибератаки на европейские правительства, о чем предупредила организации по киберреагированию в ЕС. Детали таковы. Группа хакеров использует различные документы приманки, чтобы заманить жертв, включая протоколы заседаний подкомитета Европейского парламента и отчет специального комитета Организации Объединенных Наций. ЕС говорят, что европейские выборы в следующем году станут мишенью хакерских групп из стран с программой кибернаступления на Европу, таких как Россия и Китай. Сергей, как в той же Европе сейчас, возможно, готовятся к подобному роду атакам? И еще, учитывают ли европейцы опыт наших украинских специалистов по отражению этих хакерских атак? Ну, я вам скажу, что этот механизм довольно древний, можно его даже так назвать, потому что такие инциденты я встречал еще в 2014 году, когда идет фейковая рассылка электронных писем на определенную группу лиц. Адрес отправителя, он видоизменяется, он маскируется. Ну, например, в адресе отправителя вместо буковки О ставится нолик. В письме в самом идет приложение какой-то файл, и при открытии этого файла пользователь получает на свой компьютер вредоносное программное обеспечение, и, соответственно, злоумышленники имеют доступ уже до компьютера жертвы. И, соответственно, обмена опыта, в рамках обмена опыта эта информация в Европе есть, они ее тоже прекрасно знают. Здесь все зависит от пользователя, то есть, учитывая эти тенденции развития кибератак, нужно также внедрять в общие доступные ресурсы и так далее. Это обучение по кибер-гигиене. Элементарная кибер-гигиена, что, первое, не открывать фишиновые письма, которые могут иметь какие-то вредоносные, а также по результату уже отправлять эту информацию соответствующую правоохранительными органами для реакции на такие письма. В следующем году, мы знаем, состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки. В 2020 году в Майкрософт сообщали, что хакеры из Российской Федерации атаковали более 200 организаций, имеющих отношение к выборам президента США. И вот интересен ваш взгляд, как вы считаете, в следующем году такое событие в контексте нынешней войны. Вероятно, тоже будет находиться в фокусе внимания россиян? В таких кибер-атаках что является их целью? Доступ к какой-то засекреченной и компрометирующей информации? Нет, в таких кибер-атаках основная цель россиян – это видоизменение той информации, которая там существует. То есть количество проголосовавших людей, поименные, пофамильные изменения, кто за кого голосует. И второе – их ждет эта дезинформационная война. То есть им будут делать какие-то информационные вкиды, фейковые, за которые будут уже бороться и навязывать какую-то мысль. То есть это два основных аспекта, которые ждет Соединенные Штаты во время выборов. Сергей, мы уже упоминали эту хакерскую группу «Фэнсибир», которая действует в интересах Кремля. Скажите, а как много, в принципе, сейчас существует таких группировок для осуществления атак со стороны Российской Федерации? Много ли мощных группировок? Я считаю, что касательно мощных группировок их не очень много. А касательно таких небольших, которые делают определенные заказные какие-то работы для ФСБ, их достаточно много. Почему? Потому что каждый специалист, он специализируется в своем направлении. То есть если мы берем за внимание, например, айтишник или хакер, он знает, например, топологии сети, он знает, как делается маршрутизация и так далее. Если брать программиста, он может разработать какой-то вирус, который будет делать какую-то работу, или кражи информации, или же видоизменения и так далее и тому подобное. И, соответственно, руководитель и организатор таких действий, он уже в этих маленьких группировочках, он берет определенных лиц и делает им какие-то задачи. И делается общий проект по кибератаке, и, соответственно, уже мы видим эти результаты. Мы часто говорим в наших эфирах о введенных против России санкциях. И сейчас в ЕС пытаются достичь договоренности по уже 12-му пакету ограничительных мер для страны-террориста. Скажите, Сергей, повлияли ли как-то санкции на кибервозможности Российской Федерации? Что в техническом плане им необходимо для этих атак? Что имеют по факту? Вы говорите, что как-то пытаются все же справляться, да? Ну, смотрите, проблематика в том, что для того, чтобы осуществлять грандиозные масштабные кибератаки, нужно соответствующее программное обеспечение и оборудование. Оборудование они в Европе не получают, но мы можем догадываться, откуда они могут получать оборудование, где оно производится. Касательно программного обеспечения, у них много разработчиков, которые могут его разрабатывать. И я считаю, для них не будет составлять большого труда сделать какое-то ПО и его внедрить в какую-то там киберагрессию. То есть массовый выезд айтишников не повлиял также на эту всю систему? Ну, смотрите, в основном айтишники поехали, это обслуживающий персонал, который непосредственно работает в каких-то организациях, IT-организациях, обслуживает, например, сети, видеонаблюдения и так далее. То есть уехали, программисты поезжали, да, есть такое. Но те, кто не уехал и те, кто был уже на крючке до того, как у них началась мобилизация, они, в принципе, по идее, они и остались, потому что они понимают, что в окоп их никто не пошлет, и, соответственно, за те действия, которые они делают, они будут получать большие деньги. Я повторюсь, бюджеты на это выделяются колоссально. В России сейчас время от времени рассказывают, что хотят создать свой интернет, свой YouTube. Вчера удивительным образом их так называемая глава Лиги безопасности интернета Мизулина заявила, что достойных российских аналогов видеохостингу YouTube в настоящее время нет. Но по этой причине в России не рассматривают сейчас и возможности его блокировки. Сергей, но способны ли в России создать полноценный аналог YouTube или жалкую его копию спустя время? Я вам скажу так, что способны. Можем провести аналогии с социальными сетями. Мы можем говорить смело, что есть те самые ВКонтакте, одноклассники, которые имеют те же самые функции, что тот самый Facebook. То есть они могут это создать. Единственное, все зависит от пользователя, который будет принимать эту информацию с этого видеохостинга. Захочет ли он ее пользоваться, захочет ли он там выставлять какую-то информацию. Они все прекрасно понимают в России, что за ними идет тотальная слежка. Соответственно, какой-то шаг право, шаг лево, у них уже идет уголовная ответственность. То есть они боятся свое личное где-то размещать, им проще разместить или смотреть что-то иностранное для того, чтобы... То есть, по большому счету, правительство Российской Федерации, они понимают, что основной их потребитель – это будет обычный пользователь. И, соответственно, сейчас вводить какие-то новые видеохостинги для россиян у них нет смысла. Хотя есть средства, но нет смысла. Почему? Потому что оно не будет востребовано так само, как и те самые мобильные телефоны, те, что они там разрабатывали и так далее. То есть сейчас у них нет на это акцента. И тот чебурнет, который они хотели запустить, они понимают, что если сейчас полностью изолировать россиян, то, возможно, будут какие-то и бунты касательно того, что люди захотят получать какую-то информацию, придачу к тем санкциям и запрету ввоза товаров, они уже полностью будут на грани того, чтобы сорваться и сказать, зачем это делается, зачем нас изолировать и закрывать в одну комнату. Сергей, последний мой вопрос, он касается следующей темы. Два месяца буквально назад Международный комитет Красного Креста опубликовал первый в истории правила войны для хакеров. И толчком к составлению этих правил стало полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину. Правил 8, важно их перечислить. Не атаковать гражданские объекты, не применять вредоносные программы, которые распространяются автоматически и поражают без разбора военные и гражданские цели, планируя кибератаку против военной цели, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать ущерб для мирного населения, не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных учреждений, не проводить кибероперации против объектов, которые необходимы для выживания населения или которые могут высвобождать опасные силы, не угрожать насилием и не сеять ужас среди гражданского населения, не призывать к нарушению международного гуманитарного права И соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник. Что вы можете сказать об этих правилах? Каков ваш взгляд на введение этих правил? Давайте проведем параллели касательно физических военных действий, которые они осуществляют на нашей территории. Не атаковать медицинское учреждение. Сколько мы видим прилетов в медицинское учреждение. Не атаковать гражданскую инфраструктуру. И то есть можно по каждому пункту провести параллели и сказать, что они категорически их не будут придерживаться вообще. Если они не придерживаются основных правил войны, которые уже предусмотрены всякими нормативными международными документами еще с тех-тех-тех годов, то надеяться на то, что они будут придерживаться этих правил на это упрощение. Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. Сергей Денисенко, эксперт в сфере кибербезопасности, был только что в эфире Freedom. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok